Теперь Ближний Восток. Израиль и Палестина обмениваются новыми ракетными ударами. Снаряды этой ночи долетали до самого Тель-Авива. Из-за обстрелов приостановил полеты международный аэропорт имени Бен-Гуриона. Властям другого израильского города Лот, где значительная часть населения арабы, из-за массовых столкновений пришлось объявлять чрезвычайные положения и даже запрашивать дополнительные силы правопорядка. Как снизить градус напряженности в регионе, сегодня обсудят на экстренном заседании Совета безопасности ООН. Роман Кудрин подробнее. Никогда еще экономическая и культурная столица Израиля не подвергалась такому масштабному обстрелу со стороны сектора газа. С шести вечера и до глубокой ночи сигналы воздушной тревоги звучали не менее 15 раз. Всего радикалы из группировки бригады Изадина Аль-Касама, боевого крыла движения «Хамас», выпустили по Тель-Авиву более 130 ракет. И если прежде израильская система ПВО, железный купол, уничтожал их еще на подлете, то на этот раз многие снаряды удавалось перехватить в небе уже над самым центром города. На время полностью прекратил свою работу международный аэропорт имени Бен-Гуриона. Находившихся в здании в срочном порядке эвакуировали, а все рейсы в Тель-Авив пришлось перенаправлять на Кипр. Звуки сирены, разрыва снарядов были слышны и во многих других городах Израиля. Бер-Шеви и Холоне решен Лиционе и Ашкелоне. Массовые ракетные атаки проходят на фоне нестихающих уже который день ожесточенных столкновений между палестинцами и израильскими военными и полицией, которыми охвачены многие города Израиля. Так, в Лоде дело дошло до того, что местные власти потребовали прислать армейские подразделения, так как уже не могли сами контролировать ситуацию. И толпы арабских подростков, не встречая сопротивления, нападали на еврейских поселенцев, поджигали их дома и синагоги. Напомню, нынешнее резкое обострение конфликта началось с попытки отобрать у нескольких палестинских семей дома в Иерусалиме, земля под которыми когда-то принадлежала евреям. Для лидеров Хамас это стало поводом обвинить в эскалации Израиль. Симон Перец 5 мая 2013 года говорил, Израиль ушел из Газы по своей воле. Почему же они стреляют? Окончательное освобождение Израилем сектора Газа с событием эпохального масштаба. Вывод израильских поселений, надежда на мирное существование, это все маловозможно, потому что модель развития общества, в которой евреи и арабы будут жить мирно, при таком воспитании арабского населения, когда жизнь ребенка для арабского матери менее важна, чем уничтожение государства Израиля или нанесение вреда евреям. При этом положение, конечно, никакой цивилизации быть не может. И вот поэтому можно сказать, что то, что идет частая смена правительств, которые проводят в Израиле ту или иную политику, приводит к тому, что нет стабильности в отношении, нет возможности воспитывать арабских соседей, для того, чтобы они понимали, что это бесполезно. Обстреливайте, и каждый обстрел будет наказан. История ничего не учит ни арабов, ни евреев. 19 марта 2001 года был впервые обстрелян из минометов территория Газы. Из территории Газы. Там еще были поселения. После ухода израильской армии и эвакуации еврейских поселений из сектора Газа в августе 2005 года интенсивность обстрела возросла. За 56 месяцев до эвакуации на территорию Израиля было выпущено менее 500 ракет. В то же время за 28 месяцев после эвакуации поселений и ухода израильских войск за 28 месяцев было выпущено уже почти 2000 снарядов ракет. В мае 2021 года за этот период было за несколько дней нападения было выпущено более 4000 ракет. И вот теперь новое правительство Израиля. Как оно будет действовать? Как оно будет преодолевать все сложности, которые сейчас предстоят? Я могу только сказать, что оно создано наперекор одному человеку бывшему премьер-министру Израиля Натаньяку. А сегодня у нас разговор о безопасности Израиля. Это в первую очередь связано с тем, что Хамас напал и бомбил Израиль. И во вторую очередь это связано с тем, что в Израиле правительство перемен. Я вообще-то переживал про это по поводу. У меня в интернете выставлено три фильма. я очень рад, что вы пришли. Я очень рад, что вы пришли. И я очень рад быть сейчас здесь с вами. Меня также очень радует, когда темой становится государство Израиль и люди проявляют и люди проявляют к этому интерес. Например, часть людей приходят, потому что у них есть родственники в Израиле. Часть людей приходят послушать, потому что их интересуют новости государства Израиль. Но в любом случае это очень хорошо, потому что Израиль это наша страна. наша страна не здесь, не в России, не в бывших странах СНГ. Наша страна это государство Израиль. Государство Израиль это наша страна. Из любой страны нас могут изгнать. Я предупреждаю, чтобы ни у кого не было никаких двойных стандартов, чтобы никто не носил розовые очки. Нас могут изгнать из любой страны, в том числе и из Германии. В любой момент это может случиться. Единственная страна, из которой нас, евреев, не могут изгнать, это государство Израиль. Действительность государства Израиль изменилась после последней военной операции в Северном Казахстане. Этому есть три причины. Первая причина. Я не знаю, если многие об этом слышали, но вся история началась в Иерусалиме, в месте, которое называлось и называют... Я попытаюсь вам объяснить, где находится этот район Шейх-Джарах. Он находится в Иерусалиме, возле горы, которая называется гора Атсуфим. Рядом находится Иерусалимский университет и неподалеку находится главное отделение полиции. Мы должны сказать, что район Шейх-Джарах действительно находится в районе восточного Иерусалима. Почему это место называется Шейх-Джарах? История начинается... Те, кто управляли в 19-м столетии районом Шейх-Джарах, были турецкие войска. И у турецких войск был предводитель по имени Сал-Хадин. У этого предводителя был личный врач. который удостоился чести за свои заслуги быть погребенным именно в этом районе, который впоследствии начали называть Шейх-Джарах. Впоследствии, после войны за независимость Израиля и операции по освобождению, эти территории, которые тогда не принадлежали никому, перешли в руки израильских. Есть отличия между странами Европы и страной Израиль. Во многих странах Европы, если ты покупаешь дом, то земля, на которой находится этот дом, тоже принадлежит тебе. В Израиле все происходит немножко по-другому. Когда человек покупает дом, то земля, на которой стоит дом, она не принадлежит ему. Он арендует эту землю у государства. После войны 1967 года, когда Израиль вернул в свои владения Иерусалим, когда Израиль захватил стратегический объект Голландской высоты, было очень много беженцев. Израиль позволил в то время беженцам, арабским беженцам, осесть в районе Шейх Джарах в том числе. И сейчас в районе Шейх Джарах там живут цивилизованные люди, англосаксонцы и там очень приличные районы. И есть несколько домов, которые принадлежат по бумагам евреям. Но там живут много беженцев уехало из этих мест. Есть такие, которые остались там жить. В этом районе также было построено государством Израиль очень много правительств. арабские семьи, которые живут в районе Шейх Джарах незадолго перед последними событиями, вдруг решили, что эти дома принадлежат с сегодняшнего дня им полностью, включая землю, на которой они стоят, и решили, что они больше не будут платить за аренду земли. Никто не сомневается и есть подтверждение тому документами, что земля в этом районе Шейх Джарах, про который мы говорим, принадлежит евреям. А сейчас давайте представим, просто пофантазируем, что у вас есть дом, допустим, в том же самом городе Бремен, который принадлежит вам, и там живет квартирант. И этот квартирант вдруг решает в какой-то день, что он будет продолжать жить в вашем доме, который принадлежит вам, но не будет платить вам за аренду. Что вы будете делать в таком случае? Пойдете в суд. Суд вынес решение, что он, этот квартирант должен съехать, освободить дом, раз он не хочет платить дальше вам арендную плату. Но квартирант решает, что он не будет съезжать, он не будет платить, мало того, он достает оружие и начинает стрелять в сторону человека, который сдал ему это жилье. что по-вашему, что мы будем делать в таком случае? Что бы сделал Путин? Давайте подумаем. Путин, по моему мнению, сначала бы покрыл место, где находится этот квартирант ковровой бомбардировкой, а потом бы спросил бы, как его зовут. Иерусалим, же то же самое не вправе сделать государство Израиль? Ведь территория Шейх Джарах это не захваченные территории, не оккупированные территории, не территории, на которых строятся какие-то незаконные поселения. Это Иерусалим, столица Израиля. Давайте также предположим, что квартирант согласен дальше платить за аренду, но так как эта квартира принадлежит нам, мы хотим забрать ее и использовать ее для других целей. Разве нам нельзя этого сделать? Хамас поспешил воспользоваться ситуацией, чтобы напомнить о себе. В государстве Израиль, так как и во всем мире, в Германии, в других странах была пандемия коронавируса, и когда все потихоньку начало утихать, в Израиле начали снимать ограничения, и люди хотели отпраздновать День Иерусалима. День Иерусалима в Израиле сейчас празднуется вместе параллельно с 9 мая Днем Победы. Но так как была пандемия, это немножко задержалось, и День Иерусалима прошел в другую дату. И к этой дате Хамас выставил Израиле ультиматум. Они сказали буквально следующее. Если Израиль не прекратит контроль храмовой горы, если Израиль не прекратит угнетать бедных жителей арабского происхождения в районе Шейх Джарах, то мы тогда будем стрелять по городам Израиля. Кому угрожал Хамас этим ультиматумом? Мирным жителям Израиля. Детям, женщинам, старикам. Как известно, война это обычно конфликт, который решается с помощью армий двух воюющих сторон. В этом же случае Хамас решил просто уничтожить жителей и туристов, которые находятся в государстве Израиль на данный момент без разбора. Если бы вы находились в тот момент у своих родственников или просто хотели бы посетить государство Израиль именно в этот момент, то вы бы тоже попали под обстрел. По какой причине в чем виноваты вы конкретно люди, которые не конфликтовали с организацией Хамас, не угнетали арабских жителей. Это просто был ультиматум для уничтожения, это просто была причина для уничтожения государства Израиль. после своего ультиматума Хамас неоднократно сдерживал свое слово, то есть они объявляли о времени ракетного обстрела и точно в это время они обстреливали израильские города, куда начали падать первые ракеты на Иерусалим. Моя дочь, которая учится медицине в Иерусалимском университете, после того, как она оказывала помощь по стечению обстоятельств арабскому жителю этого города, возвращаясь со смены, услышала сирену и должна была бежать в бомбоубежище. Чем провинилась моя дочь перед Хамасом? Ответ очевиден. Хамас без разбора хотел уничтожить людей, потому что только по одной причине, потому что они были евреями. Я уже не говорю о том, что все приграничные поселения, которые находятся на израильской территории рядом с сектором Газа, были подвержены обстрелам постоянно. Дети, которые выросли в этих поселениях, маленькие дети, они выросли в постоянном страхе сирен, ракет и войны. Кстати, в нашей еврейской общине города Бремер-Хафена есть пожилая пара, у которых сын, живя в Израиле и работая по контракту на израильскую армию, проводя для них какие-то работы рядом с границей с сектором Газа, сын погиб от ракетного обстрела несколько лет назад, не сейчас, и я был на его могиле в поселении, которое называется Ревадим и положил камень, который его мама дала мне с собой из Бремер-Хафена и, естественно, прочитал молитву на Сначала последней операции положение в Израиле ухудшалось каждым днем, несмотря на то, что террористическая организация Хамас получала мощнейшие удары от израильской авиации. Были случаи, которые освещались также в международной прессе, точечные удары израильские до такой степени, что ракета, выпущенная с самолета, проникала в окно величиной 20 на 20 сантиметров и попадала точно в цель, не задев тем самым мирных жителей, которые жили вокруг. Израиль очень старался наносить точечные удары, используя информацию своих информаторов, информацию разведки. Они старались как можно меньше нанести урон мирным жителям, которые не виноваты в этом конфликте. И как же неся такие потери, Хамас сумел все равно продолжить обстреливать государство Израиль массивными ракетными обстрелами. Как же это получилось? Получилось это по одной простой причине. Используя мирное население как щит, Хамас устанавливал пусковые установки в буквальном смысле в спальнях домов и просто в нужное время немного отодвигалась занавеска в каком-то окне, открывалось окно, именно оттуда выпускалась ракета и тут же окно закрывалось. Именно так Хамас смог продолжать, несмотря на массированные обстрелы Израиля, Хамас смог продолжать обстреливать израильские города. Ведь ракеты попадали не только в южные районы Израиля, ракеты попадали и в центральные города и даже в северные города Израиля. К сожалению, и в этой военной операции, которую провел Израиль, террористическая группировка Хамас не была уничтожена, но израильские обстрелы и действия израильской армии отбросила террористическую группировку Хамас на много-много лет назад. И сейчас им нужно очень много времени для того, чтобы восстановиться. Я хочу рассказать вам об одном случае, который широко описывался в прессе. Израильская армия запустила утку в мировой прессе, что израильская армия начинает наземную операцию в секторе газа. Они это подкрепили видеоматериалами. Что произошло на самом деле? На самом деле израильские войска начали заходить в сектор газа. Что сделал Хамас? Хамас использовал подземный город, который они строили очень много лет. Под сектором газа находится действительно целый подземный город, построенный из стройматериалов, которые были привезены в сектор газа в качестве материальной помощи на восстановление газа после очередной военной операции. И эти стройматериалы пошли, очень малая часть этих стройматериалов пошла на восстановление домов, разрушенных в результате военной операции. Большая часть пошла на строительство военных туннелей. Это серьезные коммуникации, в которых может человек идти в полный рост, а не также там есть подключение воды и освещение. В буквальном смысле подземный город под городом. И террористическая группировка Хамас, услышав, что израильтяне начинают наземную операцию, послала своих боевиков, в том числе и множество полевых командиров, через этот подземный город они пробрались к границам Израиля, для того, чтобы, когда израильская армия зайдет достаточно глубоко на территорию сектора Газы, атаковать их с тыла. И все эти боевики сидели в подземных туннелях, полностью вооруженные до зубов, и ждали, пока израильская армия пройдет над ними. Израильская армия в этот момент сделала ход конем, они отодвинули, отошли своими войсками назад, и израильская авиация бомбардировала места, где находились эти туннели, бункерными бомбами. Туннели были разрушены, полевые командиры, в том числе и множество боевиков Хамаса были погребены под этими обломками. Реальных цифр мы так и не узнаем, потому что это тщательно скрывается Хамасом, они озвучивают какие-то смешные цифры, причем говоря, что это были в основном мирные жители, но это неправда. Средства массовой информации очень обиделись на государство Израиль, посчитав, что Израиль их обманул, тем самым, что предоставил искаженную информацию, которую они запустили в прессу. И именно после этого началось давление на государство Израиль от европейских стран прекратить эту операцию. Я хочу вам рассказать, какие чувства испытывают люди и вообще, что это такое жить под постоянными ракетными обстрелами. Жители приграничных городов, которые находятся прямо на границе с сектором газа, сколько по-вашему у них есть времени с того момента, как они услышали сирену, до того момента, как они должны оказаться в бомбоубежище. Просто подумайте и скажите. Это 10 секунд. 10 секунд. человек просто смотрит в одну сторону в другую сторону и уже 10 секунд проходит. А тут нужно 10 секунд, чтобы у жителей ашкелона есть на то же самое 40 секунд. 40 секунд от момента, как они слышат сирену, до момента, когда они должны быть уже в бомбоубежище защищены. я также, когда я летел из Израиля обратно в Германию, в Бремен, сидя уже в самолете, мы услышали сирену и должны были покинуть самолет, добежать до здания аэропорта, скрыться в бомбоубежище и на это на все у нас была одна минута. И так повторялось два раза, пока мы не сумели взлететь. Я также в этот раз должен был успокаивать женщину, которой от этого всего стресса случилась истерика, пожилая женщина, она очень плакала и я сумел найти нужные слова, чтобы она перестала плакать. Но вместе с тем Бог дал нам подарок, Он дал нам подарок землю израильскую. Второй подарок, который дал нам Бог, очень нужный, это установку под названием железный купол, которая охраняет нас и которая не дает множеству ракет упасть на израильские города. жертв было бы нам больше, если бы этой установки у Израиля не было. Это воистину подарок от Бога и спасает. очень интересно, что во времена Гитлера, Сталина, других антисемитов всегда говорили, что если у евреев была бы своя страна, то они бы никому не мешали. Сейчас у евреев есть своя страна, государство Израиль, но тем не менее, многие хотят уничтожить эту страну вместе с евреями. Поэтому мы можем сделать вывод, что проблема совсем не в стране. Вы также наверняка заметили, что именно в этой последней военной операции вопреки прошлым операциям мир молчал. Страны долгое время не довели на Израиль, Америка подтверждала право Израиля на защиту своих территорий. То же самое говорили и многие другие страны. Почему это происходило? По одной простой причине. Хамас в этот раз обстреливал многие израильские города. В этих городах находились туристы из разных стран, которые смогли, как говорится, на своей шкуре почувствовать, что чувствуют жители Израиля. И они передавали эту информацию в свои страны, своим родственникам. И очень многие люди узнали, что на самом деле происходит во время таких военных операций. Был также во время этой военной операции такой случай, что министр иностранных дел Германии, прилетевший в Израиль с визитом, согласился сфотографироваться на фоне разрушенного дома в городе Петахтыква, в израильском городе Петахтыква. Раньше такого не происходило, дипломаты старались вести себя дипломатично и нейтрально, не занимая чью-либо сторону, в лучшем случае. В худшем случае для нас они начинали защищать бедных палестинцев. Именно в этот раз жители очень многих стран получили полную информацию о том, что действительно происходит и они поняли, что Хамас действительно террористическая организация, которая без разбора стреляет по мирным жителям, мирным городам. Не важно, какие люди в этих городах находятся, потому что в этих городах находились туристы из разных стран, там находились также люди арабского происхождения, мусульмане, по которым стреляла террористическая организация Хамас, и наконец-то мир это увидел. Выиграв в этот раз также информационную войну, Израиль после соглашения о прекращении огня, двухстороннего соглашения, Израиль начал диктовать свои условия, чего раньше тоже не было. В сектор газа вновь полилась гуманитарная помощь в виде новых стройматериалов, которые также могут быть использованы на восстановление подземного города, газы, туннелей, которыми пользуются террористы. Израиль на этот раз наложил санкции на провоз этих стройматериалов до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение, что касается выдачи израильских военнопленных, израильских солдат, захваченных террористической организацией Хамас или тел израильских солдат. На данный момент Израиль не обладает информацией, потому что террористы спекулируют на этом чуть ли не каждый день. Хамас также усвоил на этот раз, проиграв информационную войну Израилю, что отрицательной негативной пропагандой о других ничего нельзя добиться. Я также хочу напомнить, что перед домом премьер-министра Израиля Бенемина Натаньялу устраивались долгое время демонстрации, где люди приходили и скандировали возле его дома, упоминая все плохое, что сделал премьер-министр за время своего правления и не вспоминая ничего хорошего. Я хочу подчеркнуть, что негативная пропаганда не приводит ни к чему хорошему. Это методы террористических организаций. Другое дело, если человек считает, что что-то делается неправильно, он может прийти и внести свои конкретные предложения, конструктивные предложения, предложения улучшить что-то, но заниматься только тем, что критиковать руководящих работников, людей, которые что-то делают, это не приводит ни к чему. Я работаю точно по такому же принципу. Если ко мне приходят люди, которые начинают критиковать других, я их прерываю и говорю, что вместо того, чтобы критиковать, нужно что-то конструктивно предложить. Если человеку нечего предложить, ему остается только критиковать работу других. Но на самом деле это неправильно. Лучше вместе сообща, вносить рациональные предложения, которые будут рассматриваться, лучше из них будут отбираться, и тогда работа будет успеем. Подводя итоги военной операции последней, мы должны понять и вдуматься в эти цифры. По Израилю было выпущено свыше четырех тысяч ракет. Убитых граждан Израиля было шесть. Конечно же, каждая душа, каждый человек, проживающий в государстве Израиль, для нас очень дорог. Но относительно количества выпущенных ракет, такое небольшое количество погибших. И раненых было также чуть больше ста человек, и в основном это были раненые не от попадания каких-то осколков, или от ракет самих, раненые в основном основное число раненых было от того, что люди спешили в бомбоубежище, спотыкались, падали и ранили себя. Если сопоставить эти цифры, то можно понять только одно. Это чудо. Просто чудо, что количество пострадавших людей относительно количества выпущенных ракет настолько мало. И сейчас мы евреи, представители государства Израиль, руководители государства Израиль должны подумать, как наладить отношения с людьми, которые живут в секторе газа. А в секторе газа живут мирные люди. не все жители сектора газа хотят смерти Израилю. Там очень много мирных людей, которые хотят жить в мире. Люди, которые помнят, как они работали на территории Израиля, как израильтяне давали им работу, средства существования, и они предпочитают мирную жизнь больше, чем вот эту борьбу за независимость, так называемую. Мой знакомый рассказывал мне, что он помнит еще те времена, когда он, будучи десантником в израильской армии, мог свободно гулять по улицам сектора газы в разных городах сектора газы, и это не грозило ему смертью. Сейчас любой израильтянин, мирный житель, который захочет, мы сейчас фантазируем, захочет такое сделать, будет обязательно убит, растерзан, и над ним будут проводить обязательно суд линча. сейчас самое время для вопросов, я отвечу на любые вопросы, либо по теме, о которой мы до сих пор говорили, либо на другие темы, я очень мальчик. Я думаю, что новое правительство, и в частности Беннет, новый премьер-министр Израиля, сами не знают, что будет в будущем. Сейчас, судя по израильским новостям, которые я смотрел буквально сегодня утром, в Израиле должны принять годовой бюджет, и годовой бюджет можно будет принять только если арабские партии, вошедшие в Кнессет, вошедшие в новую коалицию, проголосуют за этот бюджет. Я напоминаю, арабские партии это люди, настроенные радикально, которые против государства Израиль, которые против евреев, которые поддерживают террор, которые после террористических актов путешествуют к семьям шахидов и поздравляют их, восхваляя тех людей, которые убивают граждан Израиля. Эти люди сейчас находятся в Кнессете, в правительстве, и от них зависит принятие государственного бюджета Израиля. Мой отец всегда говорил, что если на кухне находятся несколько поваров, то каждый пытается досолить блюда, и блюда в конце концов выходят пересоленным. Ну, это, конечно, шутка, но она отражает, эта шутка отражает сегодняшнюю действительность. Я думаю, что целью сегодняшнего правительства, всех партий, которые входят в сегодняшнюю коалицию правительства, у них была только одна цель убрать Биби Натаньяу. И они этой цели достигли, а сейчас они не знают, что делать. Как это было в революционном гимне «Мы наш, мы новый мир построим», для того, чтобы израильское правительство было успешным, для того, чтобы все, что они делают, было на пользу государству Израиль, они в первую очередь, по моему мнению, должны отколоть от себя негативных элементов. То, о чем я говорил раньше, люди, которые несут негативных аккантов, от них нужно просто отстраниться. И тогда, возможно, эту правительство ждет успех. На сегодняшний день в государстве Израиль проживают граждан Израиля, не все евреи, я подчеркиваю, граждане Израиля, разных людей, немногим больше девяти миллион девять миллионов сто долларов. Хамас может быстро восстановить свою возможность вновь обстреливать израильские города. Но Израиль нанес очень сильный удар по подземному городу, Хамаса, который у нас будет в стратегических целях. и Израиль нанес очень сильный удар по руководству Хамаса, по полевым командирам, которые можно сейчас менять, учать. Это займет достаточно. в храме в Иерусалиме и он сделает как я уже сказал, неизвестна точная цифра. Речь идет о сотнях погибших со стороны Хамаса. И в самом туннеле по официальным данным опять же погибло 150 человек. Что касается Храмовой горы, там нет никаких особых ограничений для людей, которые в религиозных целях хотят посетить это место. К сожалению, Израиль решил не оставлять Храм в своих владениях, а отдал ее арабскому населению для исполнения их религиозных обрядов. Проблема в том, что когда арабское население молотит арабского населения пытается навести там свои порядки которые будут с законами безопасности Израиля. Это не работа и все которые израильская полиция и израильские военные предпринимают против техники. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я надеюсь, я уверен, что потихоньку жизнь общины... Временно это немало, хотя, конечно, желательно, что больше. Спасибо вам за все, что вы сделали. Саша, спасибо тебе тоже. Без тебя бы ничего не получилось. Продолжение следует...